Для чего вообще в принципе нужна фанера? Вот в этой ситуации надо разобраться, если мы стелим паркет на фанеру, для чего она там вообще нужна. Вот мое, например, убеждение, если основание пригодное, вообще в принципе основание должно быть пригодное, там всего 4 параметра, на эту тему у нас есть отдельное видео, как принимается основание, по каким параметрам, то если есть возможность уложить паркет без фанеры, его и нужно укладывать без фанеры, в этом нет необходимости. Но для этого должно быть и основание хорошее, и само по себе геометрия паркета такая, что он должен с руки складываться без зазоров. Это очень хорошо, когда укладывается замковая паркетная доска, она вообще всегда складывается в одно единственное правильное положение. Или если это массивный паркет, или штучная массивная доска, или инженерка, если они имеют хорошую геометрию, то фанера не нужна. Фанера нам нужна для того, чтобы туда можно было прибить гвоздь или прикрутить шуруп. А это в каких ситуациях нужно? Когда мы укладываем либо паркет недостаточно хорошего качества, что его надо притягивать друг к дружке, либо когда мы укладываем какие-то сложные рисунки, где без механического крепления, для чего оно нужно? Оно нужно для того, чтобы клей застыл. То есть до момента полного застывания клея нужно эти просто элементы между собой зафиксировать. Вот для этого нужна фанера. Я бы сказал так, паркетчику с фанерой, конечно, удобнее. Потому что, ну, во-первых, мы делаем больше операций, нам больше есть на чем заработать. Во-вторых, нам всегда спокойнее. Даже если мы знаем, что, допустим, этот производитель очень предсказуемый, все равно нам с фанерой работать удобнее, потому что мы можем к ней прикрутиться, пристрелиться, подтянуть, стамеской подтянуть и так далее. Если мы работаем просто по бетону или по равнителю, здесь, конечно, нам будет сложнее. Фанера еще хороша чем? С фанерой можно поиграться с высотой. То есть мы можем при определенном техзадании подобрать толщину фанеры такую, чтобы, например, нам подойти к плитке вровень и через пробку и компенсатор сделать это дело без перепадов по высоте. Конечно, с фанерой получается дороже, потому что тебе необходимо будет в равных ситуациях тебе необходимо будет поработать с основанием, то есть сделать очистку основания, легкую шлифовку. И в этом случае, в этом случае тебе необходимо будет загрунтовать, а дальше уже считай, тебе необходима сама фанера и клей под него. Потом тебе нужна еще шлифовка фанеры, то есть это тоже дополнительная операция. Конечно, дешевле укладывать без фанеры. А зачем шлифовать фанеру? А фанеру шлифуют для того, ну, во-первых, в момент монтажа фанеры фанера пачкается. Во-вторых, она, ну, как сказать, фанера должна быть идеально чистая для того, чтобы клей к ней приклеился. Потому что бывает так, что сначала делают черновую работу, стелят фанеру и говорят, а паркет мы постелим потом. За это время по этой фанере пройдет, бог знает сколько народу, какие-то жидкости прольют, какие-то силиконосодержащие компоненты, плиточный клей, краска, там, все что угодно. То есть нужно ее очистить. И второе, стыки между листами фанеры нужно подровнять, чтобы элементарно было ровное основание. Фанера, в принципе, еще и этим хороша. То есть фанеру мы можем шлифовать по правилу. Нам есть что шлифовать. Хороший мастер знает, как хорошо отшлифовать фанеру. А фанеру используется не так? Обычную ФК фанеру клееную. Не влагостойкую, потому что до сих пор вопросы на тему содержания формальдегидов в ней. И мы, честно сказать, не хотим в этом рисковать. Дуэть профессионалу!